Чебоксары Чебоксары Самые длинные каникулы в году закончились. Четыре дня назад дети пошли в школу, ну а до дня знаний по школам прошлись взрослые. Глава города Леонид Черкесов и представители управления образования лично проверили, как школы подготовились к первому сентября. Вот так выглядел главный вход в Чебоксарскую школу номер 3 всего за шесть дней до начала учебного года, когда с проверкой в учебное заведение наведался глава города Леонид Черкесов и представители управления образования администрации города. Тогда же строители пообещали к праздничной линейке разрушенный вход превратиться в красивое крыльцо. И отметили, закончили бы раньше, но вскрылись непредвиденные обстоятельства. Когда накрыли крышу, оказалось, что вся крыша гнилая полностью. В смете заложена была замена частичной обрешетки 20 квадратов и полностью накрыть профнастил по новой. Ну потом поднялся вопрос, что так оставлять нельзя. Потом составлялась новая смета, техзадание, рассчитывалась эта конструкция полностью. Вот неделю назад нам как бы утвердили все. И мы начали работать. Первый сентябрь закончим. Первый сентябрь закончим. Крышу может и закроют, а вот другие пробелы в подготовке здания устранить так быстро не получится. А чтобы высказать свое мнение, Леонид Черкесов, директор школы и представитель управления образования, отозвал в сторону на разговор. Однако признал, что школа старая. Проблем действительно накопилось много. Школу требует внимания. Надо вкладывать средства. Работы, которые были запланированы, они не закончены. Вот подрядчики говорят, что закончим первым сентября. Два дня еще говорят, но всегда это сколько-то не хватает. Хотя 15 августа все они должны были быть завершены. Чтобы посмотреть на то, как строители держат слово, Чебоксарский градоначальник обещал заглянуть сюда на торжественную линейку 1 сентября. И обещание свое выполнил. Кстати, в день Х мы составили ему компанию. Так что к этой теме еще вернемся. А пока о том, что еще увидел Леонид Черкесов свою августовскую проверку. Не только в школе номер 3 не успели завершить все запланированные работы до августовской проверки градоначальника. В 2013 году Чебоксарская гимназия номер 2 отметила полувековой юбилей. Все это время у школы не было своей спортивной площадки. И вот в 2014 году ее строительство началось. Однако за несколько дней до начала учебного года вместо ограждения были только дыр в асфальте. Ждали пять десятков лет, подождут еще немного, а вероятно решили подрядчики. И пообещали в сентябре все будет готово. Конечно, плохое бросается в глаза сразу, но положительные изменения в гимназии тоже есть. В второй гимназии большой объем работ проведен. Внутри вот эти впреди площадка сделана, столовый порядок приведен. Много они средств вложили, инженерные сети. И трубы холодного, горячего водоснабжения поменяли. Кроме того, здесь обновили входную группу. В целом к приему детей учебное заведение было готово. В школе имени Андреяна Николаева успели закончить практически все работы, какие планировали. Главной проблемой была старая крыша. В этом году нам было выделено на общестроительные работы для школы миллион. Во время конкурса, значит, фирма, которая выиграла, это СУ-11, они сбросили определенные суммы, и у нас осталось 789 тысяч. На эти деньги у нас была заменена верхняя разводка на чердаке, потому что это очень важный момент. В отличие, может быть, от вновь построенной школы, у нас тепло идет с чердака вниз. И получалось так, что третий этаж у нас – это Африка, второй этаж – это умеренный климат, а вот первый этаж, где в основном учатся начальные классы, было очень холодно. Сейчас вычитать, умножать и вообще делать все, чему учат в школе, детям будет тепло и комфортно. Кроме того, здесь отремонтировали туалеты и главный фасад здания. Кстати, работы будут продолжаться и во время учебного года в рамках программы «Доступная среда». В школе есть ученики, которые занимаются дистанционно, и когда они приходят в школу на мероприятия или консультации, для них должны быть созданы подходящие условия. Все подрядчики, которые по неуважительным причинам сорвали сроки выполнения работ в городских школах, поплатятся рублем, отметил Леонид Черкесов. Ведь деньги на ремонт из бюджета учебным заведением выделяются вовремя. В этом году, как никогда, на образовательные учреждения, детские дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования выделены значительные средства. Из бюджета города, из республиканского бюджета. Вот 180 миллионов на ремонтную работу по образовательным учреждениям. Это, конечно, почти два раза больше, чем в прошлом году средства выделены. Мы хотим, чтобы эти средства, каждый рубль, чтобы эффективно использовался. В этом году они пойдут в новые школы. Прежние остались за тысячи километров от Чебоксара. Вместе с ними ранцы, формы, тетрадки и ручки. В Чебоксарах за парты сели более 80 украинских детей. Школьникам, которых разместили на территории Ленинского района, подарили учебные принадлежности. А еще вместе с детьми сотрудников устроили экскурсию по Чебоксарскому электроаппаратному заводу. Подробности в сюжете. 73 года назад завод эвакуировали в Чебоксар из Харькова. Это крупнейший город в Восточной Украине. Тогда, в 41-м году, оборудование вывезли подальше от фашистских захватчиков. Но эти дети вместе с семьями были вынуждены бежать с Украины подальше от тех, кто не выучил урок истории Второй мировой. И в далеких 40-х и сейчас завод производит продукцию, в том числе для оборонной промышленности. Но в Чебоксарах под мирным небом в музее предприятия она вызывает не страх, а только интерес. Казалось бы, объяснить простым языком детям, что сейчас производит завод, не так легко. Однако за сложными названиями скрывается простой и очень важный смысл. Все прекрасно знаем, откуда у нас появляется электричество в квартире. Для того, чтобы оно поступило именно к вам в квартиру, мы делаем блочно-модульные подстанции тронформаторного типа. Это домики. Бывают они разные, бывают они большие, бывают они маленькие, бывают они теплые, бывают они холодные. Бывают они стоят из нескольких зданий, чтобы вам было тепло, чтобы вы могли учить уроки, чтобы у вас был свет всегда. Возможно, через года эти дети станут сотрудниками предприятия, а пока им надо учиться. Собраться в школу помогли депутаты городского собрания, город-министрас и представители завода. Мы делаем все для того, чтобы наши дети были счастливы, обучаясь в наших школах. Поэтому сегодня мы делаем все для того, чтобы ребятам из Украины было приятно прийти в наши школы, чтобы они себя чувствовали очень так же комфортно, вместе дружили, привыкали. Ну а мы со своей стороны будем вам всегда помогать. Хочу сказать, что депутаты городского собрания, они в общем-то все взяли себе на попечение тех детей, которым хотят помочь. И каждый депутат занимается опекой. Желаю всем настроения, учитесь хорошо. Тем семьям, тем людям, которые сейчас вынуждены были покинуть свои дома в Украине и переехать на территорию России, в частности, в город Чебоксары, у них очень затруднительная ситуация, естественно, с финансами, поскольку собрать ребенка в школу – это очень дорогое сейчас мероприятие, и поэтому мы решили помочь. В школе нужно тетрадки, ручки, карандаши, краски. Я буду учиться хорошо. Одели с ног до головы наших детей, подготовили в школу и констовары, и школьная форма, потому что на Украине нет такой строгости с формой. Дети то есть в чем хотят, то мы ходят в школу. А здесь, да, форма, все строго. Школа очень хорошая, учителя вообще очень классные, веселые такие, и вот говорят, что помогать тоже будут. Новые чебоксарские школьники обещают учиться будут только на пятерке. Взрослые отмечают, это не так важно. Главное, что за окнами не будут рваться снаряды. Это все о подготовке к учебному году. Между тем, пока программа готовилась к эфиру, этот самый учебный год наступил. И в день знаний на торжественной линейке пошли не только ученики, учителя и родители, но и представители городской власти, школьников некоторых учебных заведений. Глава города Чебоксары поздравил лично. Была среди пунктов визита и та школа, где запаздывали с окончанием ремонтных работ. В начале программы мы обещали вернуться к данной теме. Сейчас самое время. Вот он звук окончания лета. Впереди учебные будни. Но сегодня у всех хорошее настроение. Родители умиляются по взрослевшим детям. Бывалые школьники рады видеть одноклассников после долгого лета. А первоклассники гордятся своим новым статусом. И не будем мы болтать, чтоб уроки не срывать. 35 минут урок продержаться бы весь друг. Думаю, большинство школьников все же учебе предпочитает каникулы. Однако нашей съемочной группе удалось найти тех, кому, судя по всему, нравится ходить в школу. По той или иной причине. Очень люблю ходить в школу. А почему? Потому что там весело и есть друзья. Учусь писать, узнаю что-то новенькое и играю с Аленой иногда. У меня самый любимый предмет – математика, потому что я люблю решать примеры. На перемене я готовлюсь к следующему уроку и играю в догонялки с мальчиками. А девочек за косички дергаешь? Да. А почему девочек дергаешь за косички? Люблю. Ленин Черкесов честно признался – за косички девочек тоже дергал. И это не единственная шалость, за которую будущему главе столицы Чувашии попадала в школьные годы. Мы в футбол играли, любую возможность старались проводить на свежем воздухе. На уроке – это само собой мы занимались занятиями. В перерывах мы вольности себе позволяли, могли побегать в классы, в коридоре. Но за это бывало, что жаловались родителям. Кстати, присутствие Ленида Черкесова на этой линейке можно назвать и счастливым случаем. Одному из школьников стало плохо. На призыв врача глава города, а в недалеком прошлом хирург ринулся первым. Так как помощь подошла вовремя, все обошлось. На линейку в третью Чебоксарскую школу городоначальник тоже заглянул не случайно. Как уже говорилось в одном из первых сюжетов, незадолго до 1 сентября школьное крыльцо выглядело вот так. Изменения, которые произошли ко дню знаний, конечно, налицо. Однако вместо нарядных школьников вокруг ступеней – сигнальная лента. Закончить работу пообещали в очередной раз в самое ближайшее время. Впрочем, линейке это не помешало. Основные ремонтные работы внутри здания закончены. Проблем много. Во-первых, школа полностью не укомплектована. Но поселок Ольгершев застраивается. Еще 300 детей может принять по проектной мощности. И поэтому в эту школу нужно вкладывать средства. А школа традиционно славится воспитательной целью. Здесь 6 музеев. Музей Рихарда Зорги, музей Бичурина, музей Дальневосточников, музей Великой Отечественной войны. Кадетские классы в этой школе есть. А здорово, что кадетские классы с всего города сюда приезжают. Хороший педагогический коллектив, хорошие дети. Ну, окраина города, сложный микрорайон. В республике образование вообще основная статья бюджетных расходов. Помимо индивидуальных проблем, образовательных учреждений есть и общие. Так, к примеру, в Чубаксарах в этом году практически во всех школах переоборудовали столовые. На очереди спортивные залы и площадки. Эту задачу городские власти постараются выполнить на отлично. И еще раз об образовании. Правда, на этот раз о дошкольном. Год назад руководство города объявило, в Чубаксарах все дети старше трех лет получили места в детских садах. Однако демографическая политика делает свое дело. Детей становится все больше. Между тем, к 2015 году планируется обеспечить местами в дошкольных учреждениях уже всех детей с двух лет. Для этих целей садики в Чубаксарах строятся и реконструируются. Вопрос как? Ответ в следующем сюжете. Не покладая рук, рабочий строит город чудес. Так называется новый детский сад в центре города. Красивые фасады, уютный интерьер, бассейн, самые современные нормы, вместимость 300 человек. Из бюджета выделили более 100 миллионов рублей. Ложка дегтя в этой бочке меда. Сроки окончания строительства. Сдать город чудес собирались еще ко дню города. Да, однако, чудо не произошло. Строители уверяют, на 90% работы закончены. Закончили бы раньше, если бы земля не уходила из-под ног, в прямом смысле слова. Особенность местности – сложный рельеф. И пришлось провести дополнительные работы по укреплению грунта. Сейчас работают геологи, смотрят. И решение, вот два дня решение уже будет готово. Ну, закончу, чтобы в дальнейшем это не повторило. Наверное, когда проектно-смертная документация делалась, когда архитекторы работали, не предусмотрели вот это. Само здание – это оно нормально. Никаких вот, оно уже стоит, никаких трещин никаких нет. По заверению специалистов, зданию ничего не угрожает. Завершить строительство планируется 15 сентября. В конце месяца сюда уже должны пойти дети. Ну, а в этом детском саду на Московском проспекте детские голоса раздадутся не раньше декабря. На данный момент здание выглядит, конечно, совсем не привлекательно. Однако, когда все будет доделано, отдать сюда свое чадо захотят многие, считают в управлении образованием. Заниматься с детьми здесь будут по особой развивающей программе. Садик намерен сотрудничать с пятой гимназией. Реконструкция началась в мае. До этого два года здание пустовало. Хотя все идет по плану, проблем хватает. Были неточности допущены в проекте. То есть не все, а в основном это касалось наружных сетей. Технические условия. То есть пролись в 2012 году, когда делался проект. С тех пор были внесены какие-то изменения. Появились новые требования. В реконструкции объектов это невозможно все учесть проектом. То есть как бы и в процессе работы все равно происходят какие-то изменения. Потому что когда здание проектируется с нуля, то там на 99% все учтено и нету никаких изменений. На фоне общей картины детский сад в микрорайоне Садово и скорее исключение. Стройка идет ударными темпами. Вокруг еще грязь и строительная техника. А строители уверяют, в начале ноября можно будет перерезать красную ленточку. До 1 ноября нам осталось, получается, закончить отделочные работы внутри. Получается, инженерные сети, практически внутренние работы закончены. Осталась прокладка наружных инженерных сетей. Это водопровод, канализация и, соответственно, благоустройство. Проблемы, из-за которых срываются сроки на тех или иных объектах, не всегда начинаются со строительной площадки, считает глава столицы Чувашии. Конечно, проектировщики тоже отстают. Есть недоделки. Ну и технические задания нам нужно составлять грамотно, чтобы действительно, учитывая рельеф наш, ну и с другой стороны, может и торопимся, чтобы быстрее эти детские сады удовлетворить наших детишек детскими садами. Хоть и не без проблем, но детские сады в городе строятся и реконструируются. И это уже очень большой шаг. Его в Чебоксарах сделали после практически 20-летнего перерыва. На этом программа местное самоуправление завершается. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова